МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Совет моего дома». Яркие детские и спортивные площадки, обновленные внутриквартальные проезды, парковочные карманы появятся в дворах, которые в текущем году будут благоустроены по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего в областном центре новую жизнь по программе получат 50 дворов. Активисты участвуют не только в федеральных программах, но и в проектах регионального и городского масштаба. Чаще всего жители волнуют самый главный вопрос – комфортная жизнь в своем дворе и районе. Это программа «Совет моего дома. Как благоустраивается и развивается Ленинский район Самары». Я говорю с моими гостями в студии. Елена Юрьевна Бондаренко, глава Ленинского внутригородского района городского округа Самары, и Кристина Викторовна Кротова, жительница дома номер 8 по улице Чернореченской. Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте! Елена Юрьевна, первый вопрос у меня к вам. Какие проекты благоустройства в вашем Ленинском районе реализуются, конечно, совместно с жителями и, разумеется, для жителей? Прежде всего я хочу напомнить всем нам о том, что реализация национальных проектов на территории нашей страны была запущена указом президента Владимира Владимировича Путина о национальных целях и стратегических задач развития России на период до 2024 года. Соответственно, в единой команде органы власти всех уровней, а также жители, включились в эту нашу общую главную задачу. Ну и, конечно, здесь же хотелось бы отметить, что губернатором нашей Самарской области Дмитриевичем Азаровым вся эта работа координируется, контролируется. И в своем послании депутатам Самарской губернанской думы и жителям он также обозначил, что это наша общая задача, это наша общая ответственность реализовывать национальные проекты таким образом, чтобы жизнь людей сделать лучше, чтобы все были счастливы и жили долго. Соответственно, какие проекты выполняются? Это проекты по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Это полюбившийся жителям губернаторский проект «Содействие», а также инициативные проекты. Хорошо. Следующий вопрос, Кристина, я задам вам. Ну, согласитесь, конечно, да, что каждый многоквартирный жилой дом располагает прилегающей территории, которая времени от времени требует благоустройства. Свой вклад вносят жители. Расскажите, пожалуйста, о своем личном вкладе в эту работу. Я знаю, что у вас активная жизненная позиция, иначе вы сегодня бы здесь, наверное, в нашей программе «Совет моего дома» не присутствовали. Да, лично мой вклад – это когда наступает весна, время субботников. Я, как и многие жители нашего дома, выходим на субботник, убираем прошлогоднюю листву, сухую траву, мусор собираем. Не только впереди дома и на детской площадке, также еще и позади дома на прилегающей территории. И на протяжении оставшегося времени, весь год мы следим за порядком. Также, если где-то мусор, мы его доносим до мусорки, где-то что-то убрать. В общем, мы следим за чистотой и порядком нашего двора. Ну а если говорить не только о чистоте, о благоустройстве, вот какие бы последние тенденции вы отметили в развитии вашего двора? Благоустраиваться? Да, очень многое изменилось в нашем дворе. Мы недавно живем, с 2018 года. И за такое короткое время, когда началось благоустройство дома, то есть двора, точнее, вдоль дома была разрушена дорога, проложили великолепный асфальт, построили парковку. У нас теперь машины паркуются там, и дорога пустая, не заставлены машинами. Также опиливаются деревья, то есть нет сухих веток, и деревья не представляют какую-либо опасность, особенно во время сильных ветров. И, конечно же, это мне как маме, это детская площадка. В общем, такие вот моменты очень важные происходят. Очень положительные моменты, которые, во-первых, направлены на комфортное существование жителей вашей прилегающей территории, ну, дома в частности. Елена Юрьевна, как реализуется на территории района программа формирования комфортной городской среды? Какие значимые объекты в Ленинском районе благодаря этой программе получили новый облик? У нас всего по программе формирования комфортной городской среды с момента ее вступления в силу было реализовано с учетом тех проектов, которые мы в этом году будем делать, 55. А в этом году 15 дворов мы благоустраиваем по данной программе. Поэтому количество большое. И отрадно, что территории, которые благоустроят, действительно получаются интересные и нужные для жителей. То есть жители по завершении выполнения работ практически все благодарят за высокое качество выполненных работ по благоустройству. И самое главное, что они участвуют не только в процессе подготовки заявок, но и контролируют ход исполнения этих проектов. В этом году у нас уже есть проект, который мы в ближайшие дни вводим в эксплуатацию, передаем жителям. Это площадки на Ленинской, 200, где у нас спортивное оборудование установлено для жителей. Площадка на Чернореческой, 8. А из прошлогодних объектов, хотелось бы напомнить, всем тоже у нас на Фрунзе, 146. На Волжском проспекте у нас серия территории, несколько домов активно тоже участвовали в программе «Комфортная городская среда». На Карломарце, 8, 10. В Мичуринском микрорайоне там много можно перечислять адресов, где тоже выполнены работы по благоустройству. На Дачной, 15. Ну, перечень большой объектов. И мы наблюдаем, что и бережно, в основном, пользуются, или жители, или относятся к этим объектам. Мы вместе проводим субботники на них, поддерживаем их состояние. Спасибо. Ну вот благоустройство дворовых пространств в Самаре по программе «Формирование комфортной городской среды» как раз набирает обороты. Вот в Ленинском районе, напротив дома по улице Ленинской, 200, появилась современная спортивная площадка с тренажерами. Сюжет с открытия площадки посмотрим прямо сейчас. Это на память. Ура! Теперь на месте бывшего пустыря во дворе дома номер 200 по улице Ленинской красуется новая спортивная площадка. Появилась она благодаря инициативе жителей. Все началось с изучения материалов по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», рассказывает Валерий Орлов, проживающий по адресу Ленинская, 200. Затем жители подали заявку, и вот во дворе уже установлены тренажеры и спортивные снаряды. Новое пространство обещает стать местом притяжения молодежи и людей, которые любят активный отдых. В прошлом году там было принято, ну, в администрации был проект, значит, предложение, что вот такого порядка жители, и мы были, в принципе, удовлетворены этим вариантом. Значит, и вот в этом году стыдилось, как говорится, наше желание была вот эта площадка, ну, в апреле-майе сделана. Спорт-объект оснащен по последнему слову воркаут-культуры. Здесь установили тренажеры для нагрузки на самые разные группы мышц. Есть турники, а также лавочки, на которых можно посидеть и перевести дыхание после активных упражнений. И вырастаем позвонок за позвонком, истец, поясничный, грудной, шейный и головок. Глава Ленинского района Елена Бондаренко отметила, жители стали намного активнее проявлять свою гражданскую позицию. Поэтому появление таких объектов – это и заслуга самарцев. В этом дворе тоже можно увидеть, что жители соседнего дома, создали по одному из первых проектов, которые у нас реализовывались, твой конструктор двора, зеленение сделали. Кроме того, дополнительно они сами очень много вложили в создание зеленой зоны. Поэтому видят, как реализуются эти проекты жители, и тоже становятся новыми участниками этих замечательных проектов. Формирование комфортной городской среды – далеко не первый проект, в котором участвовал актив жителей 200-го дома по улице Ленинской. Ранее по их инициативе установили детскую площадку, заасфальтировали пешеходные дорожки и уложили новое полотно во внутритворовых проездах. Ну что ж, продолжаем наш разговор. Кристина, скажите, пожалуйста, взаимодействие жителей вас активных и администрации по решению вопросов в сфере благоустройства, как ведется работа в этом направлении, если мы все-таки говорим о вашем личном примере? Да, когда у нас была встреча с администрацией Ленинского района, когда проводилась съемка, мы с Еленой Юрьевной потом отдельно поговорили, и я ей предложила от нашего благотворительного фонда «Дело Добро Просвет», в составе которого я стою, озеленить детскую площадку, высадить хвойные деревья. Елене Юрьевне идея понравилась, также она предложила свой вариант, как правильно, как интересно обустроить, облагородить, озеленить наш двор. Идея понравилась, я думаю, в ближайшем будущем мы обязательно наши идеи осуществим. Да, мы благодарим жителей за активное включение. Как правило, когда мы реализуем проект комфортной городской среды, жители подключаются активно и продолжают благоустраивать территорию. Это и озеленение, это креативные какие-то решения, свой вклад вносят. Елена Юрьевна, скажите, а вот вы наблюдали за такой практикой, когда, к примеру, в одном дворе по одному адресу началась реализация программы, ну вот если мы говорим о формировании комфортной городской среды, и жители соседних домов, увидев положительный опыт реализации и действия программы, также захотелись, подключаются, приходят к вам в администрацию, заполняют заявки, и у них тоже появляется вот такой благоустроенный двор. Ну, это у нас уже входит в традицию, в практику. Действительно, когда люди видят, как красиво преображается территория у соседей, они тоже загораются и приходят к нам. Вот в частности, по проекту содействия в этом году мы будем создавать площадку на Гибалово, где жители тоже, когда увидели нам прилегающих территорий, на Никитинской, Ульяновской, мы делали тоже проект красивый по благоустройству, тоже загорелись, пришли к нам и помогли составить заявку по проекту содействия, помогли, нашли, найти социальных партнеров, которые часть нагрузки финансово взяли на себя, и вот у нас со вторника на следующей неделе начнутся непосредственно работы. Мы тоже ожидаем, что жители активно будут участвовать в контроле выполнения работ, и надеемся, что проект также будет успешным. А какие еще проекты по губернаторскому проекту содействия были сделаны, выполнены, ну вот в году текущий, может быть, что-то важное стоит отметить прошлого года? Стоит отметить. У нас вообще всего 14 проектов тоже содействия, из них два в этом году. Это вот на Гибалово, еще у нас, по-моему, на Молотогвардейской, так называемый Шанхай, тоже жители активно подключились к этой работе, интересную заявку тоже составили, она, к счастью, победила на конкурсе, и тоже в ближайшее время мы будем ее реализовывать. А из прежних работ мне бы хотелось отметить проект «Деточка», где у нас очень большой двор, много домов, развивается сегодня история этой площадки, много праздников и спортивных, конкурсов проводим. На Вилоновской 90-е у нас тоже интересный проект, он уникален тем, что там вот необыкновенная деревянная пергола, даже теннисный стол необычный, бетонный, таких конструкций еще не было. Конечно, сцена, которую мы создавали в числе первых проектов «Содействие», в общем, все они по-своему интересные, и да, собачьи площадки у нас две уже в Ленинском районе, одна на Владимирской, вторая у нас на Карла Маркса, и тоже я благодарю жителей, которые активно взаимодействуют друг к другу, помогают, вот общественные организации, которые возглавляют рельефы Виталия Владимировича, они активно помогают, тоже обучают правилам выгула животных. И все объекты востребованы, и любимые жители. И жители, кстати, следят за их порядком. Следят за порядком, да, это очень важно, потому что самое главное еще объекты действительно сохранить. Спасибо большое. Ну, продолжаем наше общение. Скажите, пожалуйста, Кристина, что у вас сейчас в планах по благоустройству, по вашему адресу, расскажите. В дальнейшем в планах у нас поставить спортивные тренажеры. Да, это тот момент, когда я увидела, как на Ленинской 200 построены тренажеры. Вот, пожалуйста, положите на пример. Да, 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 зацепила, и тоже хочется, потому что взрослым тоже нужно физически развиваться. Также хотелось бы установить спортивный комплекс для подростков. Может быть, там что-то будет с канатом такое, именно для физического развития детей. И, конечно, бы хотелось ограждение установить, чтобы все-таки это было безопасно. Ну, это вы сейчас планируете, да? А то, что вот есть сейчас у вас, чем вот вы сейчас можете похвалиться в своем дворе? Мы можем похвалиться, это опять хочу заметить, новой детской площадкой, которой я очень рада, потому что я мама двоих детей, и мне теперь не приходится с ними куда-то уходить далеко. То есть вот вышел во дворе, поиграл, замечательно. Рядом, близко, красиво, безопасно. Спасно, да, да, что еще для родителей нужно. Ну, вот я сейчас хочу напомнить, как только эти работы были в процессе. Вот как раз обновленные внутриквартальные проезды, тротуары, детские спортивные площадки появятся во дворах Самары в этом сезоне благоустройства. И как раз в Ленинском районе, во дворе по улице Чернореченской, 8, уже этим летом детвора сможет проводить время на новой детской площадке. Вот как раз за ходом работы следила наша съемочная группа. Пятилетний Марк. Появление новой площадки в своем дворе, расположенном по адресу Чернореченская, 8, ждет с нетерпением. Совсем скоро здесь появятся качели на цепочках и необычная горка. Подрядчики уже установили удобные лавочки для взрослых и забавные для детей. Сейчас укладывают безопасное резиновое покрытие. Совсем скоро здесь зазвучат детские глаза. Каждый день просыпается, выглядывает в окошко, потому что мы живем на первом этаже, он контролирует этот процесс. Я увидела этот проект, мне очень понравился, потому как здесь практически все есть для детей. Качели для деток постарше. Для деток помладше интересно скамейчика в виде машинки пожарной. Здесь будет горка в виде трактора. Скамейки очень удобные мне, как мамочки. На данном адресе мы выполняем работы по частичному асфальтированию, установок лавок, мафов, детских игровых форм, резинового покрытия. То есть все, что предусматривает сейчас, в данный момент безопасно использование детской площадки. В Ленинском районе Самары в этом году отремонтируют 15 дворов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» федеральной программы формирования комфортной городской среды. Кроме того, две территории будут приведены в порядок по губернаторскому проекту содействия. Еще четыре пространства преобразятся благодаря инициативным заявкам от жителей. Жители этого двора очень активно участвуют в реализации проектов программы федеральной формирования комфортной городской среды. Подают заявки, и мы эти заявки реализуем с помощью жителей, которые тоже принимают участие в контроле выполнения работ, а также жители активно принимали участие в наведении чистоты и порядка на прилегающую территорию. Комплексное благоустройство в Ленинском районе в этом году будет выполнено по девяти адресам. Там обновят тротуары и внутриквартальные проезды на средства города и района и при поддержке областных властей и губернатора Дмитрия Азарова. Елена Юрьевна, очень хотелось бы поговорить об инициативных проектах и какие пространства обновятся в рамках реализации этих программ. Это очень интересные проекты. В этом году их будет создано четыре. Один из них мы уже торжественно открыли в день празднования музеев. Это «Тропа сказок» в музее Максима Горького в усадьбе Алексея Толстого. Потрясающий проект, который был создан работниками музея и для детей создана уникальная вот такая креативная среда. Потрясающий проект. У нас сейчас уже приступили мы к реализации проекта благоустройства территории на пересечении Маяковского и Галатионовской. Там у нас создается тоже интересный небольшой сквер на месте, разрушенные тоже площадки. Тоже жителями активно обсуждали заявку, помогли им составить, привлекли туда дендрологов, профессионалов. И надеемся, что в ближайшее время тоже созданный объект порадует и жителей Самары, ну и, конечно, жители, которые инициировали проект. Еще один проект, это на Чернореческой 16, будет создана зона отдыха тоже по инициативе жителей. И в продолжение проекта, который мы уже начинали создавать, на Самарской 161, площадка для детей, там тоже благодаря инициативному проекту продолжается эта история. В этом году травмобезопасное будет покрытие создано и установлено интересное вот тоже ограждение вокруг этой площадки. То есть видите, как развиваются истории, продолжаются, и мы благодарим жителей за креативные новые идеи. То есть у нас практически вот площадки, они отличаются. Елена Юрьевна, хочу спросить вас про программы инициативного бюджетирования. Расскажите, пожалуйста, вот об этом. Это тоже один из видов, возможность для жителей подать заявку на проведение работ по благоустройству. Как правило, это небольшие по финансированию заявки, которые финансируются вне рамок проекта «Комфортная городская среда» и проекта «Содействие». У нас 32 таких вот, 32 заявки реализованы. Сначала реализация, начинали мы как твой конструктор двора, а сейчас общее название инициативный проект. Кристин, давайте поговорим, вспомним, да, как вы обсуждали дизайн-проект площадки, кто вам помогал, ну и, конечно, насколько активную позицию занимают жители вашего дома. В общем, я так думаю, что вы возглавляете эту инициативную группу. Ну, а вот как приходится работать вот в процессе и дизайн-проекта, вы же ведь ежедневно смотрите, как идут работы, какие-то вот замечания в ходе кому-то направляли. Я просто сейчас прошу рассказать именно ваш положительный пример, чтобы жители понимали, что программа работает, что не нужно пугаться каких-то сложностей. Ведь в итоге весь дом получит вот такую классную детскую, спортивную в вашем случае, да, площадку? Да. Проект мы обсуждали на совете дома, собрался дома, я еще пока не возглавляю, но я думаю, что я буду стремиться к этому. У нас старший по дому все это организовал, мы обсуждали дизайн-проект, споров как таковых не было, потому что всем понравилось. Нас порадовало то, что будет антитравматическое покрытие, потому что много детишек маленьких гуляет. Мне, как маме, понравилось то, что будет установлено как для малышей качель безопасный, так и для детей постарше. Обновлена карусель, горка, опять же, в очень интересном дизайне, которого в Самаре я еще даже нигде не видела. Да, очень спокойные тона. И еще раз хочу заметить об удобных скамейках, которые не только я оценила, я думаю, что все родители, кто уже побывал на площадке, оценили. Я бы хотела добавить, что вообще в этом квартале на Человеческой 8 живут очень активные, потрясающие люди, часть из которых является лидерами общественного мнения, которые ведут за собой своих соседей. Это очень важно, когда есть такие лидеры, которые помогают всем сплотиться и в позитивном ключе разработать проект. Мы, причем в этом, безусловно, помогаем. Да, вот я хотела сказать, Елена Георгиевна, вот если возникают какие-то трудности, обращаются к вам, поддерживаются всеми силами администрации? Обязательно. Без нас этот проект создать невозможно, потому что берется под основу это расположение сетей. На каждой территории есть свои ограничения, особенности. Ну, нюансы, тонкости, конечно. Поэтому, конечно, разработка проекта непосредственно происходит у нас в отделе благоустройства. У нас команда, что называется, заточена, отработается. На положительный только результат. На положительный результат. Поэтому вот общими усилиями рождается проект в кратчайшие сроки. И жители выбирают тоже непосредственно сами формы малые, которые будут устанавливаться. И получается хороший результат. Можно еще, вот я отмечу, жители Чернадьевская 8, они мало того, что принимают активное участие в благоустройстве, в своей внутридворовой территории. Но они у нас еще активно участвовали в голосовании общественных пространств, которые будут благоустраиваться в 2024 году по программе формирования комфортной городской среды. Вот молодцы. Они действительно сплотились. И вот до сих пор вот они смотрят, как идет выстраиваться рейтинг и готовы дальше бороться за благоустройство, прилегающее Черновеченство. Ну, вы знаете, ведь как ведется контроль по благоустройству, кто контролирует подрядчиков? Елена Юрьевна, вот расскажите об этом, потому что, ну, есть все равно трудности. Конечно, все вот так вот легко на словах, но ведь в процессе работы они могут возникать верно. Да, согласно условиям программы у нас обязательно привлекается независимая уполномоченная служба технического надзора. У нас заключен контракт. Они несут тоже ответственность за приемку выполненных работ и ведут контроль в своей части на соблюдение технических нормативов и регламентов. Безусловно, службы заказчиков, которые созданы у нас в администрации района, контролируют. Также я лично, как правило, каждая среда, у нас строительная среда, но по факту и гораздо чаще мы объекты объезжаемся с моим участием, проверяем, как ведутся работы. А самое главное, контролеры у нас, конечно, люди, потому что они все видят, все знают, кто когда начал, кто как закончил, как проводятся работы. Но я еще хочу поблагодарить подрядчиков, потому что мастерство, оно растет. То есть каждым годом мы видим, что качество выполнения работы растет. Уже если у нас в предыдущие годы были замечания, как у нас резиновое покрытие прилегает к стойкам малых растетиклурных форм, в этом году мы уже видим совершенно другую картина. То есть практически вот таких замечаний нет. Поэтому надеемся, что вот это вот совместное движение вперед, оно даст результат. Ну что же, спасибо. Наше время подошло к концу. И я по традиции хочу предоставить вам коротко, да, заключительное слово. О, пожалуйста, наша программа называется «Совет моего дома». А какой бы совет дали вы своему дому? Хотела бы дать совет, это, конечно же, принимать активное участие, не быть равнодушным к своему двору, да и в городе в целом. Потому что та среда, в которой мы живем, как она выглядит, зависит только от нас. И если мы каждый приложит руку, выкинул, здесь мусор убрал, тут, то и чистота будет везде. Спасибо. Елена Юрьевна, ну а Ленинский район очень много домов включает. Что бы хотели пожелать всем домам Ленинского района? Я бы хотела пожелать продолжить эту совместную работу, которую мы уже проводим, по созданию в Ленинском районе оазиса красоты, чистоты, порядка и благоустроенной среды. Но работа эта зависит от нашего совместного движения вперед. Спасибо вам большое, уважаемые гости. Это была программа «Совет моего дома». Надеемся, что ответы, которые озвучили мои гости, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Совет моего дома» и направляйте туда свои вопросы. Отвечать на них будем в эфире программы. На этом все. Все самого доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»